Обещанного три года ждут. Именно столько времени осталось до расселения одного из бараков в Октябрьском районе. Пока же вода после дождя стекает прямо в подъезд. В квартирах осыпаются потолки. За помощью люди обращались в управляющую компанию, в администрацию района. Но ВОЗ и ныне там. Каждого дождя жильцы этой двухэтажки ждут с волнением. Лужи и грязь тут не высыхают и в жару. А после ливни и вовсе потоп. Дом от старости просел, вода с дороги стекает в подъезд. Было вообще не пройти. Вот так обходили по траве. То есть с колясками. Дети под мышкой, коляска сбоку. Нельзя просить. Да, прям вот так вот. У нас даже колидор полный. Нельзя зайти. Листва, щепки, палки. Все туда в колидор. До самой той площадки. Обращались в Горводоканал. Там сказали, теплотрасса в норме, протечек нет. Засыпать ямы хотя бы шлаком, просят жильцы. Но к кому обращаться? Администрация направляет в ЖЭО. Мол, дорога внутридомовая. Коммунальщики. Муниципалитет. И так по кругу. Пока одни ищут ответственных, другие сами засыпают ямы. Тем, что есть. И с обидой говорят. Об их доме будто забыли. В 2013-м двухэтажки на Комунстроевской признали аварийными. Условия в квартирах оставляют желать лучшего. В квартире потолок обвалился. Пол прогнил. Нет лаг. Влаги все сгнили. Лепим, как можем. Когда систему запускали, оно все прорвало. Горячая вода, кипяток. Все провалилось. Все размыло. Тут что творилось. Со всеми проблемами приходится разбираться самим, говорят жильцы. Зато в квитках за коммунальные услуги четырехзначные суммы. За свет в коридоре. Ладно, мы согласны с этим платить. Но за подвал, который у нас не существует. Ответы на накопившиеся у жильцов вопросы попытались получить журналисты УТС. Ждать ли на Комунстроевской хотя бы ремонта дороги. Управляющие компании были кратки. Камеру, пожалуйста, уберите. Отправили запрос в администрацию Октябрьского района. В письменной форме сообщили, территорию многоквартирников благоустраивают по наказам депутатов и в рамках программы формирования современной городской среды. Аварийные дома в нее не включают. И делать ремонт дороги в этом дворе, по словам чиновников, нецелесообразно. Двухэтажки на Комунстроевской планируют снести до 2020-го. Обещанного ждать еще как минимум три года. А пока жильцам придется запасаться шлаком и покупать резиновые сапоги подлинней. Впереди осень и дожди. Елена Мирошниченко, Константин Менин. Новости ОТС.